В памяти погибших. Россия оскорбит о жертвах авиакатастрофы в Черном море. Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. 26 декабря в России объявлен днем общенационального траура. Рано утром в воскресенье над Черным морем потерпел крушение самолет У-154. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Полный список погибших опубликован на сайте Министерства обороны России. В районе катастрофы не прекращаются поисковые работы. Первые тела погибших уже доставлены в Москву. Утром в воскресенье 25 декабря принадлежащий Министерству обороны самолет У-154 пропал с радаров. Лайнер вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в час 38 минут по московскому времени. В Адлере борт прошел дозаправку и отправился в Сирию. На связь Ту-154 перестал выходить через 2 минуты после вылета. В 5.40 по московскому времени. На борту находились 92 человека. Среди них 8 членов экипажа и 84 пассажира. В том числе 64 члена ансамбля имени Александрова. Которые летели на военную базу Хмеймим, чтобы выступить перед находящимися в Сирии российскими военными в честь Нового года. Вместе с ансамблем летел художественный руководитель Валерий Халилов. Также на борту самолета были директор Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков и его помощница Оксана Батруддинова. Среди пассажиров борта была и директор Международной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза. Она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя Тишин в Латакии. Кроме того, в самолете находились журналисты трех российских телекомпаний. НТВ – Михаил Лужецкий, Евгений Толстов и Олег Пестов. Звезда – Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский. И Первого канала – Вадим Денисов, Александр Сойдов и Дмитрий Рунков, уроженец Архангельска. Через несколько дней ему бы исполнилось 30 лет. Дмитрий закончил АГТУ. Телевизионную карьеру он начал в родном Архангельске в НовогТРК Поморье, а потом переехал в Петербург. На Первый канал он пришел всего год назад. По долгу службы Дмитрию часто приходилось заниматься военной тематикой. Это не только боевые стрельбы. Дмитрий делал репортажи о репетиции Парада Победы и исторических реконструкциях. Вместе с Дмитрием работал и наш земляк, и коллега с Первого канала Алексей Карипанов. По телефону из Москвы он поделился с нами своими воспоминаниями о погибшем друге. Димка он умел расположить к себе. Был всегда очень скромный, но при этом обаятельный. И всегда мог найти подход к человеку какими-то шутками, подсказками, анекдотами, чем угодно. И вообще он был такой компанийский парень. Вот для нас, для репортеров, для журналистов, корреспондентов, очень важно, когда мы между собой общаемся по поводу качества материалов и получаем не только похвалу, но и критику. Вот Дима, он умел как похвалить, так и очень точно, четко критиковать. И эта критика была абсолютно правильна, она была на пользу, и его хотелось слушать. Напомню, самолет Минобороны потерпел крушение в районе Сочи. По данным Минобороны России, обломки Ту-154 найдены в полутора километрах от побережья на глубине 50-70 метров. Сегодня ФСБ России сообщило, что основными рабочими версиями крушения Ту-154 являются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета. При этом в службе отметили, что признаков, указывающих на возможность совершения теракта, на борту самолета к настоящему времени не получено. В районе катастрофы силами МЧС, Росавиация, Росморичфлота продолжается операция по поиску тел погибших и фрагментов самолета. В Москву прибыл первый самолет с останками жертв. Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе самолета Ту-154 вблизи Сочи. «Невозможно оставаться равнодушным к трагедии на Черном море. Ненецкий округ скорбит вместе с нашей страной и приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», сказал глава региона Игорь Кошин. В связи с трагедией в регионе, как и по всей стране, отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. Открытие нового здания поисково-спасательной службы в Наринмаре перенесено на другой день. В программе вещания нашего телеканала и радио «Север» также внесены изменения. Во всех церквях, храмах и соборах России сегодня прошли панихиды в память о тех, кто погиб в авиакатастрофе Ту-154. В день трагедии о погибших в авиакатастрофе в Сочи из-за близких молился патриарх Кирилл. Он попросил об упокоении тех, чьи жизнь унесла трагедия и об укреплении сил для тех, на чью долю выпало страшное испытание потерять близких. Патриарх вознес эту молитву в храме святителя Спиридона в Нагатина в Москве. Сегодня заупокойные богослужения прошли во всех православных храмах русской церкви. Заупокойную службу провели и в Богоявленском кафедральном соборе в Наринмаре. Православная церковь сегодня молится за тех, кто погиб в авиакатастрофе на Черном море. Жертвами трагедии стали 92 человека. Обидно, что столько людей в один миг. Это всенародное горе. Люди хорошие и настолько люди, сделавшие для России. Видимо, Бог хороших забирает. Очень тяжело. Это даже тяжело просто говорить. Мы сегодня помолились и будем и дальше молиться за них, за покойные души, чтобы Господь их принял. Принял и упокоил их именно в царстве Божьего. Ирина Нежалова, Ирина Цепитова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В России запретили торговать непищевой спиртосодержащей продукцией. Запрет будет действовать по всей стране в течение 30 дней. Правительство распределило между регионами средства на лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей и инвалидов. Итого 31 миллиард 609 миллионов рублей. Больше всего средств получит Москва – более 4,5 миллиардов рублей. Московская область – чуть менее полутора миллиардов. Меньше всего средств досталось Байконуру – 2,2 миллиона рублей. Ненецкий округ получит 24 миллиона. Документ опубликован на сайте Кабинета министров. Субвенции предоставляются из федерального бюджета на финансовое обеспечение и оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей и инвалидов. В России запретили торговать непищевой спиртосодержащей продукцией. Постановление об этом подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова. Информация об этом размещена на сайте Роспотребнадзора. Согласно документу, индивидуальные предприниматели и юридические лица должны приостановить продажи в розницу непищевых спиртосодержащих товаров, этилового спирта в которых более 25%. Действовать запрет будет 30 дней. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывателей. Тем временем в Мосгордуме предлагают маркировать спиртосодержащие средства бытовой химии. Доверчивости жителей Ненецкого округа нет предела. Несмотря на многочисленные предупреждения, они продолжают переводить денежные средства неизвестным людям. Уловки телефонных и интернет-мошенников становятся все изощреннее. Их цель одна – выманить деньги. По собственной воле жители региона отдают кровно заработанные средства аферистам. За последний месяц злоумышленники выманили у жителей округа более 100 тысяч рублей. Опять же хочу акцентировать из трёх неочевидных преступлений – это факты мошенничества использованием сети интернет. К сожалению, сколько профилактируем, сколько говорим по телевидению, по радио, во всех средствах массовой информации, наши доверчивые граждане опять попадаются на уловки наших мошенников с других регионов. Начальник полиции Олег Яковлев докладывает на планиорке губернатору округа о печальной статистике. Только за прошедшую неделю трое граждан региона стали жертвами злоумышленников. В одном случае жительница посёлка Индиго, а точнее её несовершеннолетний ребёнок, переписываясь в социальной сети ВКонтакте, увидел сообщение от своего знакомого с просьбой о размещении на его банковской карте или его родителях денежных средств. После чего злоумышленники, которые изломали социальную страницу знакомого, воспользовавшись сведением, предоставленным несовершеннолетним о карте, похитили с банковской карты мамы несовершеннолетнего денежные средства в сумме 4 тысяч рублей. Ещё один северянин стал жертвой преступников, специализирующихся на финансовых преступлениях в сфере IT-технологий. Со слов потерпевшего, мужчине с неизвестного номера на мобильный телефон пришло сообщение, в котором говорилось, что его банковская карта заблокирована. Нарин Марец перезвонил на указанный номер. Трубку взял мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора он узнал у собеседника фамилию, имя, отчество, номер банковской карты, а также попросил назвать трёхзначный номер, содержащийся на обороте банковской карты. Не усомнившись в правдивости слов представителя банка, потерпевший выдал запрашиваемую информацию. Через непродолжительное время доверчивый северянин получил СМС-сообщение о снятии с его счёта денежных средств в сумме 100 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Третий случай связан с размещением в социальных сетях ложного объявления о продаже товара. Доверчивый гражданин перевёл денежные средства в сумме более трёх тысяч рублей на указанный номер. По словам сотрудников полиции, преступления, связанные с размещением ложных объявлений о продаже какого-либо товара и взломе в социальных сетях страницы и рассылка от лица владельца страницы сообщения об одолжении денежных средств, стали распространёнными на территории округа. В связи с этим просим жителей Немецкого автономного округа при поступлении таких сообщений, а именно в случае взломов социальных страниц, необходимо созваниваться с их владельцами и уточнять эту информацию. У нас сейчас мобильно доступно, и все находятся на связи. С целью сохранения своих денежных средств необходимо всю информацию такого рода обязательно перепроверять. И при заказе каких-либо товаров пользоваться только зарегистрированными и проверенными сайтами. Валентина Чибичик, Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Как не стать жертвой мошенников и уберечь не только себя, но и своих близких, вы можете узнать, посмотрев программу «Актуальное интервью». О обловках телефонных и интернет-преступников расскажет следователь Следственного отдела ОМВД России по НАУ Ольга Анисимова. Актуальное интервью смотрите 27 декабря в вечернем эфире на Телеканале «Север». Убойная кампания в НАУ выполнена на 70%. Оленеводческие хозяйства и общины Ненецкого округа заготовили 870 тонн оленины. Рыбаки Ненецкого рыбоколхоз «Союз» освоили выделенные квоты на 100%. На сегодняшний день все суда некоммерческой организации закончили морской промысел и проходят межрейсовую подготовку к новому сезону. Как отметил директор организации Алексей Дитятев, промышленники в этом году освоили квоты на 100%, выловив более 13 тысяч тонн рыбы. Большая часть лова составила треская пикша. Помимо этого, в акватории Баренцева моря и прибрежной части «Траулеры» союза рыболовецких колхозов осуществляли добычу скумбрии и окуня. Последнее в этом году судно организации «Траулер за поляре» пришло с промысла еще в первой половине декабря и сейчас проходит межрейсовый ремонт. Готовят к новому сезону и остальной флонт организации. Капитальный ремонт под класс предстоит провести на «Траулере» морозильщики «Серпухов». Судно будет готово к работе лишь в мае. Еще один «Траулер» морозильщик «Несь» уже прошел межрейсовый ремонт и сейчас экипаж корабля приступил к заготовке всего необходимого снабжения. Новый «Траулер» ненецкого рыбоколхоза «Печора» сейчас также готовят к предстоящей путине. Судно находится в норвежском городе Киркенес, где проводится реконструкция рыбно-мучной установки. По словам Алексея Дитятева, в процессе двух пробных рейсов экипажем были выявлены некоторые недочеты строителей, которые будут исправлены до нового сезона. По планам организации он начинается уже 15 января 2017 года. В начале нового сезона на промысел выйдут три судна – «Несь», «Заполярье» и «Печора». В мае после капитального ремонта к ним присоединится «Траулер» «Серпухов». В следующем году ненецкому рыбоколхозу предстоит выловить более 12 тысяч тонн рыбы. Первые рыбаки из числа коренных малочисленных народов получили рыбопромысловые участки. Департамент природных ресурсов, экологии и АПК заключил договоры с семейной родовой общиной КМНС «Некутся» на право пользования двумя рыбопромысловыми участками для осуществления традиционного рыболовства. Участки для представителей КМНС для такого вида рыболовства были созданы впервые. Договор подписан по итогам конкурса, объявленного ранее профильным департаментом. Несмотря на то, что рыбопромысловые участки были сформированы по просьбе самих представителей КМНС, конкурс пришлось проводить трижды. За все время участие в нем приняла лишь одна ненецкая община «Некутся». Рыбаки общины получили право пользования участками река Песчанка и Роман-Яха. Они находятся в районе поселка Варандей, где представители «Некутся» ведут свою хозяйственную деятельность. Теперь новые пользователи смогут в течение 10 лет ловить рыбу на данных территориях, выделенных для округа объемах. Разрешение при этом не распространяется на анодромные, катодромные и трансграничные виды рыб. Всего на конкурс было выставлено 4 рыбопромысловых участка общей протяженностью по длине русла река 92 километра. Оставшиеся два участка Ерью и Сибирчатай-Яха, находящиеся в районе поселка Усть-Кара, никого из представителей традиционного рыболовства не заинтересовали. Убойная кампания выполнена на 70%. Оленеводческие хозяйства и общины Ненецкого округа заготовили 870 тонн оленины. Это около 70% от планируемого объема. Часть сырья уже вывезена в Наринмар для промышленной переработки. По словам директора ООО «Мясопродукты» Тамары Критской, на сегодняшний день мясо поступило с четырех поселений региона в объеме 122 тонны. Большая часть оленина, именно 76 тонн, доставлена на мясокомбинат с национального поселка Красное, где в эти дни убойную кампанию завершают оленеводы сельскохозяйственного производственного кооператива СПК «Харп». Хозяйство традиционно сдает сырье в промышленную переработку одними из первых по НАО, поскольку убойный пункт расположен в непосредственной близости к окружной столице Наринмару. Авиатранспортом вывезена часть оленина из сел Коткино и Нижняя Пеша, а также поселка Ендига. Пока западные хозяйства сдали мясопродукты 46 тонн мяса. С отдаленных поселений на востоке региона доставка будет осуществляться по зимнику после его официального открытия. В настоящее время убойную кампанию закончили 8 оленеводческих хозяйств. Наринаты, Восход, Путильича, Красный Октябрь, Заполярье, Ненецкая община Канин, Ненецкая агропромышленная компания, а также Капхос Ерф. Все вместе они заготовили более 750 тонн оленины. Оленеводы-частники и семейные родовые общины заготовили чуть больше 100 тонн мяса. Всего по региону на убой направлено более 28 тысяч голов оленей. Владельцам домашних животных рекомендовано сделать своим питомцам прививки от бешенства. Осмотр кошек и собак, а также их вакцинация осуществляется на станции по борьбе с болезнями животных. Соответствующее постановление подписала мэр Татьяна Федорова. Данная процедура выполняется на основании представления главного государственного ветеринарного инспектора НАО Александра Антонова. Установленный срок прохождения с 20 декабря этого года по 28 февраля 2017. Как отмечено в представлении, этот период обусловлен пиковым значением заболеваний бешенством животных в Ненецком округе. Основная цель мероприятия – реализация и соблюдение санитарных и ветеринарных правил. Как сообщается на сайте мэрии, за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных предусмотрен штраф для горожан в размере от 1 до 1500 рублей, для должностных лиц – от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц – от 90 до 100 тысяч рублей, или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Владельцы кошек и собак могут обращаться на станцию по борьбе с болезнями животных по адресу ветеринарный проезд, дом 5, или по телефону 8 800 18 53 2 30 25 и 2 30 24. И к этому часу это были все новости. До встречи в эфире.